Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону Новости на Дону Я интересовался и мне сообщили, что эта цена соответствует средней цене в городе Ростове и даже в центральной части Ростова есть жилье, которое по этой цене можно приобрести. Потому что в данном случае речь идет не только о новом доме, но и вторичном жилье. И это тоже допустимо и закон Ростовской области это предусматривает. На поиски жилья законом предусмотрено 4 месяца. А по словам главы региона документы для выплаты субсидий уже оформили 28 семей. Когда сегодня люди говорили о небольших сроках получения, это беспокоит людей. Знаете, все очень относительно. Во-первых, у людей есть возможность активно приступить к поиску жилья. И мы для этого специально попросили различные агентства недвижимости оказывать содействие. Будем это сопровождать. Если выделенных на субсидии денег не хватит на всех погорельцев, будут выделены дополнительные средства, заверил губернатор. Дела нескольких семей все еще рассматриваются в суде, так что число нуждающихся в соцподдержке может увеличиться. От пожара пострадали 692 человека. Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода, поэтому юристы продолжат помогать людям, рассказал председатель Донского парламента Александр Ищенко. Если там есть какие-то другие нюансы, ну давайте мы, Центр правовой поддержки два раза в неделю работает, сейчас будет работать чаще. Мы готовы вместе с вами сесть и посмотреть, в чем вам возможно помочь в вашей конкретной ситуации. В Центре правовой поддержки приемы ведут специалисты законодательного собрания и профильных ведомств, адвокаты и депутаты всех уровней. Мангуст появился у донских спасателей. Речь идет о специальной установке для тушения пожаров. Их получили всего две спасательно-пожарной части в Кулешовке Ростовской области и в Нижнем Новгороде. О работе новой установки ФМНДНО рассказал замначальника пожарно-аварийной спасательной части в Ростовской области по проведению аварийно-спасательных работ Сергей Корольский. Киномангуст, их две. Одна у нас, одна в Нижнем Новгороде, тоже в СПСЧ. В этом автомобиле стоит установка, которая создает давление до 130-150 атмосфер, плюс к воде добавляется еще специальный абразив. И с помощью этой смеси возможно пробивать отверстия, пробивать, разрушать железнобетонных конструкциях, металлических конструкциях. И быстрее это получается, и ущерб намного меньше при тушении такой установки. Вопрос, кому первому достанется новейшая установка, решался в Москве. Так как специализированные пожарно-спасательные части в муниципалитетах регионов начали создаваться с 2013-го, а Кулешовская появилась одним из первых, то оно и получило новую технику. Капитан футбольного клуба Ростов продлил контракт еще на два года. Александр Гацкан останется в команде до лета 2019-го. Нынешний контракт заканчивался в июне будущего года. Напомню, хаффбэк сборной Молдавии пришел в ростовский клуб 9 лет назад. За это время Александр Гацкан провел в составе Ростова 227 матчей в чемпионате России и забил 17 голов. В этом сезоне 33-летний полузащитник сыграл 17 матчей и забил 2 мяча. С вами была Кристина Олешко. Далее слушайте выпуск деловых новостей. В студии Инна Билан. Здравствуйте. Знак «Сделано на Дону» поможет получить предприятиям льготные займы. Автономная некоммерческая организация, микрофинансовая компания Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства снизила стоимость микрозаймов для предприятий, прошедших добровольную сертификацию с 10 до 7% годовых. Помимо этого, компания предоставляет таким организациям отсрочку по уплате основного долга по микрозаймам на 4 месяца. Таким образом, эти предприятия могут получить сниженную стоимость. Отмечу, система добровольной сертификации, сделанная на Дону, была введена в Ростовской области в 2013. Знак – это дополнительный гарант качества продукции, прошедший процедуру. Он присваивается лишь тем донским предприятиям, чья продукция отвечает самым строгим требованиям и стандартам качества – тем, кто добился признания и доверия широкого круга потребителей. Ростовские предприниматели Игорь Горин и Андрей Демишин потребовали 3 миллиарда 700 миллионов рублей со своих партнеров по проекту строительства отеля «Хаят». Об этом сообщает коммерсант. Соответствующий иск к Вадиму Варшавскому и близким к нему лицам и организациям был подан в Ростовский арбитражный суд. По словам Игоря Горина, указанная сумма является убытком, который ему и Андрею Демишину нанесли партнеры своими действиями, результатом которых стала заморозка строительства отеля. Напомню, завершить строительство планировалось еще в 2009. Позже срок был перенесен на 2014, затем на 2015 и потом уже на 2017. Стоимость проекта за время реализации возросла с 4,5 миллиардов рублей до 6,5 миллиардов рублей. Экологически чистые огурцы и томаты круглый год предлагают донские новаторы ВПК. Проект агропромышленного комплекса «Сальский» ищет инвестиции для строительства предприятия на базе передовых технологий. Проект получил большой интерес у экспертов на 10-й инвестиционной сессии в ТПП Ростовской области. «Сальский» планирует построить тепличный комплекс для выращивания экологически чистой продукции и защищенного грунта. Этот комплекс четвертого поколения, который позволит круглый год выращивать томаты, огурцы и салат. Общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей. Собственные средства – 320 миллионов рублей. Также испанский поставщик технологий и оборудования входит в этот проект с 20% участия. Еще 20% планируется привлечь у потенциального инвестора. Уже определен участок земли и ведутся переговоры с партнерами. Строительство планируется осуществить поэтапно. В 2018-м оснастят производственную зону для выращивания светокультуры огурца и рассадное отделение. Также на этот период планируется создать внутриплощадочные инженерные сети и сооружения, подъездные пути. В ходе реализации второй очереди проекта в 2019-2020 годах планируется создать производственную зону для выращивания светокультуры томата общей площадью 10 гектаров. Теперь о валюте. Официальный курс Центробанка составил 58,72 руб. за доллар и 69,50 руб. за евро. Это были деловые новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200-08-49. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове и Таганруге от плюс 1 до минус 1 градуса облачно с прояснением, небольшие осадки в виде мокрого снега. В ремонтном озернограде плюс 3 градуса, также мокрый снег. В Морозовске и Чердково до минус 5, небольшой снег. В Вешенской и Бливской от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер западный и северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хуторе Голубинка, что в Белоколитвинском районе Ростовской области, ночью пасмурная и без осадков температура воздуха от плюс 1 до 0. Ветер северо-западный 2,5 метра в секунду.